В мае 41-го я прибыл на службу на 56-ю погранзаставу города Благовещенска, вспоминает Михаил Евсютин. А уже в ноябре его отправили на фронт. Попал он в сражение за Москву, до которой гитлеровцам уже было рукой подать. Там под Волоколамском и бой свой первый принял, рассказывает ветеран-разведчик. В тот период времени из нас пограничников делали разведчиков. Мы ходили в разведку по тылам противника, определяли количество войск, которые находились перед нашими частями. Работа, конечно, была очень сложная у нас. Нельзя разведчику быть, если он не настойчив, если у него не хватает нервной системы. Нас подбирали. Там же под Москвой получил разведчик Евсютин и первое ранение, а после выписки из госпиталя и первую награду. Меня даже когда ранили под Москвой, мои солдаты, мы были в тылу врага, они меня на плащу, плащ-палатка, тащили по снегу до своей части. Несколько километров. Отбросив врага от Москвы, наши войска начали наступление. От Курской дуги до Берлина прошел и наш герой. К Берлину мы подошли и с 21 числа апреля месяца 45-го года мы шли по Берлину до Рейстага почти что 10 дней. 10 дней. Армия была на берлинском направлении очень сильная. В Берлине и появилась фотография, которая обошла много книг и журналов. Советские и американские солдаты расположились в креслах из личного кабинета Гитлера. Фотографировались мы как? Это было 8 апреля после акта безоговорочной капитуляции. Вот там же и американцы были, и французы были, и с немецкой стороны там несколько генералов и адмиралов. Разведка дело опасное, а потому ранений у старшины Евсютина больше десятка. Немецкая пуля до сих пор сидит в его легком. Но в свои 92 ветеран помнит во всех подробностях свою войну, все даты и фамилии командиров. У нас был в первое время командир полка Фрезер, затем его сменил Иван Степанович Иванов, с которым я дошел до Берлина. Под Берлином его ранили. Забыть такое нельзя, подводит итог Михаил Евсютин. Ведь не случись той победы в мае 45-го, кто знает, как повернулась бы история. Олег Рудаков, Олег Фомин, телеканал Первый областной.